приветствую тебя очередной совместный эфир как и всегда смотрим на рыночные возможности с точки зрения техники из позиции фундаментального фона и друзья делимся с вами теми возможностями которые нам кажутся сейчас на рынке присутствует и которые можно использовать чтобы извлечь из этого прибыль соответственно заработать сейчас если коснуться темы фундаментального фона ты сто процентов знаешь потому что уже не раз доказывал что очень неплохо подкован то что обсуждают возможность дефолта сша из-за того что конгресс республиканцы демократы никак не могут прийти к общем знаменателю компромиссу фактическому решению по двум вопросам это первый вопрос который предполагает продолжение финансирования аппарата государственной власти чиновников собственно говоря и второй вопрос это вопрос относительно лимита государственного долга так вот небольшая предыстория релюдия в этот понедельник демократы представили законопроект чтобы республиканцы понятно что две партии постоянно бьются за влияние и соответственно пытаются преодолеть межпартийные разногласия и угодить в общем всем чиновникам которые сидят в белом доме так вот этот законопроект который как ожидалось точно пройдет потому что все прекрасно понимают и чиновники они должны осознавать риски в том числе и для них если в американской экономике произойдет шат-даун и соответственно потенциальный дефолт но республиканцы собственно не поддержали законопроект и вчера министр финансов по джанет елен еще раз отметила призвала что до этой пятницы должно быть конкретное решение потому что средства в рамках текущего действующего закона они заканчиваются первого октября в эту пятницу и чисто теоретически можно предположить что уже с субботы ну ладно наверное выходные опустим со следующего понедельника может из-за прекращения именно финансирования быть объявлен шат-даун я не знаю насколько возрастной опять же является наша аудитория но может быть кто-то глубоко анализирует новостной фон уже давно и значит такого рода прецеденты были уже по сша я помню так скажем так скажем же это не раз то есть то что сейчас они давят этим так скажем на республиканцев что нужно проголосовать это в принципе чуть ли не каждый там там несколько лет они все время это эту новость уже скажем каждые там три-четыре года когда они под ним подходит к потолку все время ну торгуются я думаю что где-то ближе времени должны доторговаться и ну конечно все может быть в этом мире да 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 действительно политический диалог это извечная история потому что самый последний момент все хотят выторговать для себя наиболее там приемлемые условия у республиканцев их принципе претензии понятные демократы по-прежнему не согласно относительно там именно целевых расходов инфраструктурных проекта в общем все вертится вокруг инфраструктурного проекта и круглые суммы 4 триллиона долларов потому что все уже давно партийцы чиновники попилили эти деньги между своими ведомствами и каждый сейчас пытается согласовать именно своему министерству как можно больше действительно конечно же конца концов компромисс будет достигнуть но я еще раз просто возвращаюсь к прецедентам того что шатдауны уже были в американской экономике в 12-13 год я хорошо помню несколько недель подряд без финансирования было правительство друзья вы должны понимать что в этих условиях работы только экстренные службы пожарные скажем так службы спасения медперсонал и так далее остальные нет и если мне не изменяет память вот даже трехнедельный простое тогда в работе аппарата государственной власти чиновников министерства стоило американской экономике по моему до 15 миллиардов долларов и это очень сильно сказалось на экономическом росте причем на финансирование чиновников это скажем меньшая боль нужно понимать что параллельно обсуждается вопрос касательно потолка государственного долга это вопрос уже способности министерства финансов исполнять свои долговые обязательства вот почему я допустил возможность дефолта и джанна хиллен отметила что средства министерства финансов которые сейчас каждый день палится на выплату на платежей на платежи по облигациям по долговым бумагам средства закончится 15 октября поэтому если до 15 октября вот мы будем обсуждать тему того что эти разногласия сохраняются решения нету то друзья действительно кто знает что может произойти рано или поздно дефолт наверное случится возможно я не доживу до этого момента когда через десятки лет это реализуется но как правильно отметил виталий последние реалии таковы что происходит ровным счетом все то что меньше всего ожидаешь и самый внезапный момент короче на текущем этапе мы видим то что рынок паникует фондовый рынок который был локомотивом роста всего риска тоже дрогнул и в этот раз коррекционная динамика уже продолжается несколько дней подряд вчера на истепием потерял там около двух процентов на знак еще больше и все это опять же на нервозности на неопределенности что же будет дальше и найдут ли компромиссы республиканцы демократы дедлайн уже совсем близко пятница мы с виталием следующий понедельник этой темы обязательно коснемся и посмотрим достигнут ли компромисс или нет если нет то в понедельник друзья я буду рассказывать вам о последствиях шатдауна который теоретически может случиться уже на субботу пока что риск летит вниз давай демонстрация экрана европейская валюта которую я рекомендовал рассматривать в качестве локальной тенденции снижается сейчас котировки 1 1657 но учитывая то как валится евро я уже честно говоря не хочу покупать с уровня 1 1650 поэтому предлагаю ставить на еще большее снижение и уход поддержки 1 16 британская валюта прямо сейчас достигла можно сказать 1 3502 у нас цель была по рекомендации 135 сделку хорошо себя показал и пункта ему больнее всего сейчас из-за топливного кризиса который возник к экономике новых сделок пока по британской эволюции не будет рынок нефти хорошо что не купил жалко что не продал но честно говоря думал что вот это ралли после того как дополнительно проанализировал новостной фон из-за ситуации с газом из-за того что цены на газ толкают цены на энергоносители из-за еще там ряд причин том числе из-за сохраняющегося простое добыча в насеканском заливе допускал что котировки продолжат обновлять многолетние максимумы ну вот ошибся без сделок новых рекомендаций нет может быть виталий там у тебя с точки зрения техники есть точки входа если что прокомментируешь по поводу золота была сделка buy stop случае там закрепления выше отметки на скользящей средней там 1763 до этого уровня мы не дошли золото провалилось по сути дом двух месячных минимумов сейчас котировки 1738 я думаю что вот тот фон который я обозначил негативный глобальный из-за которого снижается риск может оказаться поддержку золоту если не будут активно расти доходность американских трежер из которых забрали сейчас там выше уровня 15 и жаль конечно что так произошло сделка будет попробовать купить золото примерно с уровня 1745 ступоз 1735 и цель на отметке 1800 если дело дойдет до шатдауна до дефолта 100 процентов конечно же не дойдет но шатдаун вполне реальный если этот сценарий реализуется то всплеск по золоту реальному произойти мгновенно и соответственно позволить этому активу там забрать несколько процентов как то есть здесь сделка также ясна что касается американского фондового рынка то здесь друзья я рекомендую с новыми позициями не торопиться если у вас есть ланги которые тянутся с старых добрых времен подумайте а не начался ли тот самый разворот который допускался нами с виталием очень давно и по факту перекупленности этого рынка может быть как раз это коррекция коррекция вчерашнего дня это первый день перед до новой тенденции которая перерастет в на полноценный медвежий тренд я не призываю опять же что сейчас нужно шортить и сын пи в расчете на такой сценарий но как минимум рекомендую вам обезопасить ту прибыль которая уже была получена ранее сейчас пофиксится и не торопиться с открытием новых сделок потому что фон интересный он упирается в конкретные даты и лучше дождаться развязки уже потом снова смотреть на перспективы этих активов 4 октября пятница друзья важный день понедельник вернемся к обсуждению этого ухода виталий слово тебе видно рабочий график грузи пока видно итак всех приветствую пройдемся по тем моментам которые мы обсуждали понедельник это фунт доллара я с тобой был согласен за шорт по данному активу ты работал на пробой локального минимума где-то в районе 3650 я работала от саллимита в районе 137 повыше и еще указывал на тот момент что лучше подождать как вариант закрытия понедельника и уже во вторник рассматривать short в районе 37 или по закрытию дневки со стоп лоссом за вот high прошло недельный ранитом 37 55 цели назывались 36 35 мы их сделали конечно здесь дальше есть куда очень сильно падать у нас здесь было такое накопление трехмесячное скажем такой треугольничек и отсюда могут так хорошо уйти на пунктов скажем 300 400 как минимум поэтому пока за шорт если кто ранее шортил и умеет удерживать позицию то принципе можно часть закрыть часть удерживать каких-то текущих рекомендаций по данному активу нету потому что на мы просто уже вывалились и сейчас негде стоп ставить так же был за евро доллар шорт но не смог показать в прошлый раз демонстрацию там был какой-то глюк системе еще помню где-то неделю назад я говорил что если мы придем к уровню 1.16 вот этих минимумов то здесь покупками не будет пахнуть мы на текущий момент четко отрисовали нисходящий тренд как такой среди срочной текущего месяца так и локальной за последнюю неделю поэтому здесь возможно работать на пробой текущих конечно более хорошие покупки были понедельник вторник которых мы говорили на пробой я не очень сильно люблю работать но возможность текущих продавать там 1660 со стоп лоссом там уровне 1.17 или там 1790 скажем 1690 то есть за текущий утренний минимум скажем как вариант но это на пробой то есть рассчитывать о тенденции ланга можно будет говорить уже если там сломим хотя бы вот этот локальный тренд вот на часовиках он четко видит да и желательно сломить вот этот сентябрьский нисходящий тренд и уже говорит дальше о покупках дальше по нефти ты спрашивал прошлый раз я не давал рекомендации но давал скажем уровень за которым нужно следить по нефти марки бренд она переписала так скажем текущего года максимум light нет назывался уровень 77 80 это вот вот этот пик если будет рисоваться ложный пробой то возможно рассматривать какой-то шорт да в принципе мы вчера нарисовали как раз как видим ложный пробой 2 бара то есть закрытие выше ниже и ну это уже нужно было там под вечер прям сидеть возле монитора и рассматривать шорты потому что утром уже начали падать на текущий момент кто следил за данной идеей то пусть сидит шортах возможно какое-то снижение органом 75 80 какой-то супер сильной модели здесь нету но как то вот так пока этот уровень ключевой за ним нужно наблюдать и за трендом который у нас по нефти марки бренд на текущий момент хотел дать идею на снижение ну евро доллар там на пробой возможно дальше австралийский доллар шорт у нас есть хорошее накопление вот здесь аналогично как по всем валютным парам хорошие сделки были понедельник вторник сегодня тоже возможно рассматривать шорт с текущих это 72 40 если мы поднимемся еще выше тоже возможно добавляться шорт с общим стоп лоссом за вот вот эти хаи то есть это в районе там 73 30 то есть пойдем ли мы сегодня вниз или еще как-то проболтаемся возможно еще вернемся к верхней границе но мне кажется вот это накопление должно выстрелить вверх пока австралийский доллар по сравнению с другими валютами там евро фунт они уже немножко двинули ну фунт более сильно там новозеландский доллар даже вот уже пробило это накопление как раз вчера светлого всем рассматривать на на пробой поддержки поэтому пока австралийский доллар шорт на цели ду падать есть куда как минимум в район там 71 дальше золото по золоту вот у меня кстати ребята вчера позавчера шортили данное золото здесь хорошие модели кстати по поводу вот покупок по золоту я бы их рассматривал только в том случае если здесь что-то хорошее нарисуется почему если там с фундаментальной точки зрения это одно да если с технически то видно что у нас золото вот текущий месяц весь скидывают импульсами то есть у нас был вот один импульс накопления да кстати мы здесь с учениками рассматривали шорт здесь импульс импульс то есть пока только нисходящие импульсы нужно нам хотя бы перекрыть там вчерашний день к это как минимум лучше аналогично нас очень похожий тренд как и по евро то есть сломить вот этот нисходящий тренд он явный явный вниз и локальный даже вот такой явный вниз пока мы не сломим его о покупках сложно говорить можем дальше провалиться по поводу фондового рынка вчера как раз ну точнее позавчера вечером советовал всем шортить индекс даx неплохо отпадал по поводу фондового рынка если будет какая-то коррекция возможно дальше рассматривать какие-то шорты нужно уже по факту смотреть будем ли мы с секущей хвалиться но пока здесь покупки очень очень сложные потому что вот ну был один скинули раз на прошлой неделе сильно откупили и скинули снова к минимум это говорит о том что здесь явно пытаются пробить вот среднюю скользящую это сотку да уровень там 43 с копейками и я думаю через какую-то коррекцию здесь возможно искать точки входа на шорт возможно где-то в район там 42 20 то есть эти минимума то есть или приблизительно где-то 200 на будет ли это полноценный обвал то есть нужно уже смотреть по факту возможно это просто какая-то паника будет небольшая но пока ланги здесь какие-то очень сложные потому что знаю как уже ранее говорил что еще на прошлой неделе были данные по поводу розничных трейдеров которые каждую просадку выкупают очень сильно они сейчас в принципе рулят на рынке но рано или поздно и хорошо так прокатает пока все то есть у меня вот такие идеи то есть евро на пробой в старыйский доллар шорт и присматриваться там фондовым индексом если через коррекцию будут хорошие точки входа возможно рассматривать на снижение спасибо тебе виталий остается только следить друзья контролируйте риск и следите за загрузкой депозитов это всегда очень важно сейчас вы точно вооружены информации о том что грядет потенциально очень мощный негативный фон который конечно же может очень быстро улетучиться потому что скорее всего конгрессмен договорятся но пока что до пятницы то есть у нас среда только четверг и два дня не знаю куда вот эта волатильность и правильно отметили эти панические настроения которые проявляются не только они только сейчас сша по поводу госдолга мы видим в китай да вот этот evergreen он скажем китай вышла сказал дадим денег да но там возможно эффект домино плюс видим я не уточнял информацию по поводу там отключения света идет в я почему-то не знаю какие причины просто видел за заголовки в европе мы знаем газ сейчас сильно дорожает это во первых повлияет на расходы домохозяйства на расходы предприятий крупных которые используют газ возможно на рынок европы будут выходить американский газ скажем будет предел плюс напомню почему эти проблемы еще случились в россии если кто не знает был но это не муссирует новостях был взрыв крупного завода по переработке газа то есть там я не помню какое газовое хранилище на ямале или где-то где-то в этой зоне с него добывают газ и поставляют на этот завод который перерабатывает газ да и там был достаточно сильный мощный взрыв этот завод я не знаю накрылся или нет это достаточно большие поставки не только за рубеж но и на внутренний рынок россии тоже будут проблемы достаточно сильные можно я не знаю как на текущий момент некоторое время назад можно было с google карты посмотреть как горит это газовые вышки то есть потому что мы знаем есть разные варианты вот если мы там добываем газ или нефть возможно законсервировать да есть которые нельзя то есть нужно сжигать то есть и вот такие еще моменты то есть нужно учитывать много сейчас рисков навалилось наконец 2021 года но еще скажем этот к вид сейчас осень начнется по поводу по поводу перебоев с поставками электроэнергии и то что ты подметил в китае это все следствие тех жестких экологических стандартов которые стали применяться властями то есть говоря простым языком но немножечко если углубиться власти а китая буквально вот кажется меньше месяца назад перешли точнее через директивные указания потребовали сократить выбросы значительные диоксиды углерода это фактически означало что промышленным предприятиям которые были сконцентрированы в китае теперь нельзя использовать уголь они переходят на газ в обязательном порядке и ну те кто совсем прокачан по технологическим производственным мощностям есть возможность еще альтернативу если газ не по карману сейчас он многим не по карману сначала этого года котировки газа выросли на 150 процентов с двух с половиной долларов до семи и те предприятия которые могут перейти на альтернативные источники генерации электроэнергии например дизельное топливо они это делают а те кто нет к сожалению пока что вынуждены отключать себя от общей сети это все приводит к тем перебоем о которых говорил как питали короче времена очень непростые для спекулянтов наверное интересно всегда интереснее когда есть что-то что можно обсудить и где можно найти заговор и на этом попробовать заработать и далее спасибо тебе тогда до следующей встречи понедельника и хорошие те хорошего закрытия недели класс пока пока